МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Продолжим наш рассказ об истории почтовой карточки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы уже говорили с вами о замечательном издательстве «Общины святой Евгении». Она подняла иллюстрированную открытку в дореволюционной России на недосягаемую художественную высоту. Благодаря деятельности этого благотворительного общества во всех уголках нашего Отечества стали известны произведения художников, близких к объединению мир искусства. Александра Бенуа, Константина Сомова, Михаила Врубеля, Евгения Лансере, Ивана Билибина и Леона Бакста. Впрочем, издавались и открытки с репродукциями картин художников реалистической традиции. Например, Ильи Репина и Константина Маковского. Очень популярными в России стали открытки с портретами членов императорской фамилии и с историческими портретами русских полководцев – Суворова, Кутузова. Отдельно была напечатана серия, посвященная Петру Первому. Наряду с персонажами из отечественной истории открытки общины Святой Евгении предлагали и образы былинных героев. Особенной любовью в народе пользовались открытки с сюжетами из русской жизни. В первую очередь различные типажи из повседневности тех лет – торговцы, купцы и просто прохожие на улице. Собрание таких открыток представит перед нами подлинную энциклопедию русской жизни начала 20 века. Специальные серии рассказывали о народном костюме различных губерний, о памятниках русского зодчества. Многих очаровывали почтовые карточки с изображением детских головок и различных сценок с детьми, на которые была большая мастерица, художница Елизавета Бенн. Ну и, конечно, в изобилии были представлены рождественские и пасхальные поздравительные открытки. Словом, иллюстрированная почтовая продукция предлагалась на все случаи жизни и была рассчитана на самые разные вкусы. Крупнейшим издательством видовых открыток в Дорелляционной России было контрагентство «Суворенные компании». Владелец газеты «Новое время» известный журналист Алексей Сергеевич Суворин получил от Министерства путей сообщения в аренду книжные и газетные киоски на всех железнодорожных станциях страны. Издавая открытки с видами чуть ли не всех городов России, Суворин распространял эти издания через арендованные им вокзальные киоски. Сейчас эти Суворинские открытки дают уникальную возможность восстановить исторический облик той России, которую мы потеряли. Наряду с художественными и видовыми почтовыми карточками существовали в Старой России еще и театральные открытки. Они издавались вначале фирмой «Ришар», а позже московским фотографическим заведением Карла Андреевича Фишера. Большие по нескольку десятков хорошо оформленные открыточные серии, выпускавшиеся в фотоателье Фишера, были посвящены имбезансценам отдельных спектаклей с участием таких корифеев русской сцены, как Станиславский, Качалов, Книпер-Чехова, Москвин. Эти театральные открытки в немалой степени способствовали успеху первых постановок Московского художественного театра. Для массового потребителя отелье Фишера также предлагало огромный выбор открыток с видами московских улиц, храмов и других достопримечательностей. Рекламные открытки появились в Европе еще во второй половине 19 века. И попав оттуда в Россию, они во многом породили культуру праздничных поздравлений с помощью почтовых карточек. Такие сувенирно-рекламные открытки с элементами фирменного стиля изготовителя вкладывались, например, в упаковку со сладостями известной кондитерской фабрики товарищества Абрикосова и сыновей. Не менее ревностно относился к рекламе своих соблазнительных изделий и другой крупнейший отечественной производитель сластей – товарищества паровой фабрики Эйнам. В коробки с шоколадными конфетами Эйнама часто вкладывались почтовые открытки, рекламные карточки и даже ноты специально сочиненной мелодии, вроде вальса Монпансье. А в Советской России первыми постоянными издателями почтовых открыток стали органы агитации и пропаганды Красной Армии. В предисловии к первому каталогу госиздата, напечатанному в 1924 году, утверждалось «Открытые письма нашей эпохи не должны быть только почтовой карточкой с приятной внешностью. Они должны завоевать в себе значение подвижной пропаганды новых идей, нового быта, современного искусства, служить хотя бы отчасти справочником в области искусства и производства и заменить до некоторой степени пособия для школ, клубов, селькоммун и так далее по целому ряду вопросов». Так, наряду с агит-фарфором и агит-текстилем появилась и советская агит-открытка. К 30-м годам государственное издательство расширило тематику иллюстрированной открытки. И вновь в России появились видовые, художественные, хроникальные, учебно-просветительные, научно-популярные и детские почтовые карточки. А вот выпуск поздравительных открыток в Советской России после 1917 года был полностью прекращен. Но обычай посылать праздничные поздравления сохранялся, и для этих целей использовались любые иллюстрированные открытки. А вот о том, как воскресла в Советском Союзе поздравительная открытка, существуют разные мнения. Одни источники утверждают, что впервые такие открытки были изданы ограниченным тиражом к новому 1942 году. А по другой версии, в декабре 1944 года из освобожденных стран Европы советские солдаты стали присылать своим родственникам доселе невиданные красочные рождественские новогодние открытки. Советское руководство было встревожено этой угрозой идеологической диверсии и приняло решение наладить производство собственной, идеологически выдержанной продукции. Но, как бы там ни было, массовый выпуск советских новогодних открыток начался только в 1950 году. Бурный рост электронных средств коммуникации значительно потеснил в нашей повседневной жизни старую добрую почтовую карточку. Хотя в виртуальных сетях появилась своя электронная открытка. Но вот традиционная поздравительная и туристическая открытка прекрасно себя чувствует. Более того, она успешно сохраняет свое достоинство самостоятельного подарка. По-прежнему актуальна и рекламная открытка. Только теперь ее уже не только вкладывают в упаковку товаров, но и размещают на специальных стойках, престижных магазинах, ресторанах и прочих ходовых заведениях современных городов. А в последнее время появилось и новое направление в разработке и производстве открыток. Это деловая и корпоративная открытка. Одним словом, история открытки продолжается, как продолжается и история коллекционирования почтовых карточек. Филокартия. Филокартия зародилась еще в конце 19 века. И за все время своего существования этот род коллекционного увлечения оставил поистине грандиозное наследие. Филокартисты, то есть собиратели почтовых открыток, люди совершенно особые. И встречу с таким особым человеком замечательно описал Сергей Довлатов в своем бессмертном заповеднике. Ко мне застенчиво приблизился мужчина в тирольской шляпе. Извините, я могу задать вопрос? Слушаю вас. Это дали? То есть? Я спрашиваю, это дали? Тиролец увлек меня к распахнутому окну. В каком смысле? В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так скажите. Не понимаю. Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять. У меня была открытка. Я филокартист. Кто? Филокартист. Собираю открытки. Филос? Любовь. Картос? Ясно. У меня есть цветная открытка. Псковские дали. И вот я здесь оказался. Не хочется спросить. Это дали? В общем-то, дали. Говорю. Типично псковские? Не без этого. Мужчина сияя отошел. Это была программа Обыкновенная история. Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова